В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по-выборгски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем дамам организаторы акции желали быть внимательными, осторожными и, конечно, напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для вас, любимые, в Выборге с успехом прошел традиционный концерт, посвященный Международному женскому дню. Уже несколько лет подряд такой подарок выборжанкам дарят в канун 8 марта администрация Выборгского района и общественная организация «Спортивный клуб-фаворит». Гостей мужчины встречали комплиментами, добрыми пожеланиями и, конечно, цветами. В этот день я хочу пожелать вам всем, чтобы рядом с вами всегда был близкий для вас человек, дети вас радовали своими успехами, мужья вас всегда любили. А самое главное – здоровье, чтобы вы были всегда счастливы. На сцене Дома культуры в этот вечер блистали артисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Они исполнили отрывки из знаменитых мюзиклов «Граф Монте-Кристо», «Мамма Мия», «Чикаго» и многих других. ПЕСНЯ Публика рукоплескала артистам. Еще долго все находились под впечатлением от такого чудесного праздничного вечера. Цветы от полицейских Накануне Международного женского дня руководители ОМВД по Выборгскому району посетили ресурсный центр по содействию семейному устройству в Калининском микрорайоне. Начальник управления Эдварда Свашкис и его заместитель Дмитрий Даукинтис вручили воспитанницам центра и педагогам букеты весенних цветов и пожелали хорошего праздничного настроения. Они также опробовали в действии недавний подарок, который был сделан от имени личного состава Выборгской полиции. Спортивный зал ресурсного центра пополнился еще одним тренажером. Мы уже на постоянной основе поддерживаем дружеские отношения и с радостью приезжаем сюда. И каждый у нас приезд мы дарим в подарки. На Новый год был телевизор, сейчас тренажер, следующий у нас приезд. Мы тоже договорились, мы еще приобретем те необходимые вещи, которые нужны детям для детского дома. И все сотрудники управления участвуют в этом деле, никого не приходится заставлять. Поэтому я испытываю большое удовольствие от того, что нахожусь здесь и вижу радость в глазах детей, когда мы дарим такие нужные и ценные подарки. Чем больше дети будут находиться в спортзале, тем меньше они будут бегать по улицам, тем меньше у них будет глупых мыслей. Пускай мы не встречаться с ними здесь, в стенах этого спортзала, чем в других условиях. Руководители ресурсного центра вручили гостям грамоты за благотворительную деятельность, а воспитанники от души поблагодарили. Спасибо! В канун Международного женского дня представительницы прекрасного пола принимают цветы. Поздравили сегодня учителей и врачей, воспитателей и поваров, прачек и уборщиц. В этих профессиях чаще мы привыкли видеть женщин. Впрочем, уже никого не удивляют женщины-полицейские и женщины-таксисты. Но остаются такие специальности, которыми овладевают в основном мужчины. Одна из них – сварщик. Наши корреспонденты познакомились с тремя студентками колледжа Александровский. В рамках выбранного курса судостроения они получают рабочую профессию. С металлом на «ты» эти девушки не только прекрасно варят борщи, они мастерски варят трубы. Швом скрепляют не только ткани, прочно сшивают стальными электродами железные листы. Студентки Выборгского политехнического колледжа Александровский в рамках выбранного курса судостроения получают рабочую профессию сварщика. Страшно было очень. Руки тряслись. Потом так потихонечку как-то началось. Так все работа пошла. Потом нас на практику отправили на судостроительный завод. Тоже там мастер-классы показывали, нас хвалили. Это интересно очень. То есть мы вроде и сварщики, тут же мы судосборщики, и инженеров недалеко. В советские годы немало женщин имели такую специальность. Сейчас это скорее исключение из правил. Но в оборжанке справляются на отлично. Вроде кажется мужская профессия, но тем не менее для них вот престижно оказалось. И они с удовольствием изучают профессию, имеют определенные успехи и даже перещеголяли некоторых ребят. Хотелось бы их отметить в этом плане и пожелать им успеха в дальнейшем учебе. И возможно они найдут себя и будут трудиться по выбранной профессии. Я им очень желаю. В рамках выбранной специальности студентки осваивают также инженерную графику, социологию, психологию и многие другие дисциплины. Полученная в колледже квалификация вполне позволит им стать руководителями среднего звена. Например, начальниками смены или бригадирами. Но, признаются будущие специалисты, им очень нравится ухращать металлы. Было страшно, да, я думаю, все, сейчас там случайно куда-нибудь из каупадет, все, загорю. Но нет, на самом деле все было гораздо проще. Главное, использовать технику и правила безопасности, и тогда все будет очень даже хорошо. Я думаю, как-то, ну, сначала проработать на судостроительном заводе, попробовать себя есть. И у меня все хорошо будет получаться, я думаю, пойду на высшее образование и буду старшим мастером, надеюсь. Студентки уже проходили производственную практику на Выборгском судостроительном заводе. На предприятии их не только ждут на технологическую практику, но и уже пригласили на работу после получения диплома. Кроме того, колледж планирует заключить договор с ВСЗ о дуальном обучении. Эта система позволяет комбинировать теоретическую подготовку в учебном заведении и практическую на рабочем месте. Но в канун 8 марта преподавательский состав колледжа сердечно поздравляет всех женщин. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить дорогих девушек и женщин с наступающим праздником, первым весенним праздником, 8 марта. Пожелать им всех цветов и любви от их мужчин. По случаю женского праздника поздравляю всех женщин. Море, море огромных цветов, счастья, здоровья всем, всем любви. Вероника Когут, Андрей Нерубов, медиагруппа «Наш город». Воспитатель из Выборгского района стала призером Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании». Четыре педагога из Ленинградской области победили в различных номинациях. В их числе воспитатель детского сада из города Высоцка Светланы Козюрова. Она представила на конкурс педагогический проект экологического воспитания детей младшего дошкольного возраста под названием «Насекомые». Церемония награждения состоится 14 марта в Москве. Репортаж о Светлане Козюровой смотрите в ближайших выпусках нашей программы. Первый в России музей, посвященный подвигу женщин на защите Отечества, появится в Выборге. Его создает военно-исторический центр Карельского перешейка в помещениях центральных казарм, которые были переданы ему в пользование Министерством обороны меньше года назад. Как продвигается работа по созданию женского музея, накануне 8 марта выяснила наша съемочная группа. Основная экспозиция музея будет посвящена подвигу советских женщин в Великой Отечественной войне. Ведь в рядах Красной Армии наравне с мужчинами сражались 800 тысяч представительниц прекрасного пола. 65 присвоено звание Героя Советского Союза. Четыре женщины стали полными кавалерами Ордена Славы. Если, например, в финской армии были вспомогательные части, в германской тоже, но они в основном не участвовали именно на переднем крае, то у нас были и командиры морской пехоты даже были, огромное количество летчиц было, и ночной бомбардировочной авиации, и даже истребительной. И вот, например, Лилия Литвяк – самый результативный истребитель женщины, которая сбила 12 немецких самолетов. Помещение, в котором создается экспозиция, прежде было солдатской баней. В нем провели небольшой ремонт, поставили тепловые пушки, чтобы сохранить экспонаты. Первые из них уже появились. Это образцы советской униформы, медицинские приспособления, палатка медсанбата. В роли раненых – манекены. Есть книга 1942 года «Лечение ранений на войне». Размещены фотографии с рассказами о наиболее выдающихся женщинах, воевавших в Великую Отечественную. Рядом с ними – истории из семейных архивов жителей Выборгского района. Они передали в музей фото своих бабушек и прабабушек, участвовавших в одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, сопроводив их биографическими сведениями. Помочь в создании «Стены памяти» военно-историческому центру Карельского перешейка могут все желающие. Для этого достаточно обратиться сюда в любой день. Планируется, что музей «Подвиг женщин на защите Отечества» откроется в июне нынешнего года. Мы выиграли президентский грант на эту выставку. На первую часть этого гранта была издана книга, она 8 марта выйдет из печати. Будет называться «Подвиг женщин на Великую Отечественную. Вне соответствия». Там будет очень много интереснейших воспоминаний женщин и ветеранов. И сейчас эту книжку уже можно бесплатно скачать в электронном виде в нашей группе ВКонтакте. И будут экземпляры в библиотеке переданы, и женским организациям будут переданы бесплатно. Тем временем кипит работа и в других помещениях. В соседнем зале размещена выставка, посвященная художественному фильму «28 панфиловцев». Артем Кокин был главным военно-историческим консультантом картины. Руководитель музея Баир Иринчеев также консультировал создателей ленты, предоставлял для съемок униформу и другие вещи. Некоторые из них кинематографисты впоследствии вернули. И, кроме того, подарили военно-историческому центру радиоуправляемые модели танков, принимавших участие в комбинированных съемках, и даже макет немецкого танка «Панзер-4» в натуральную величину. Для съемок фильма «28 панфиловцев» отдельно был создан интерьер боевой машины. Чтобы в кадре выглядело все естественно, интерьер был поставлен на пружины, и выглядело это следующим образом во время съемок. Так у зрителя и создавалось впечатление, что танк действительно движется. В запасе у сотрудников военно-исторического центра Карельского перешейка есть еще много интересных фактов. Поделиться с ними они готовы со всеми посетителями музея. Людмила Перминова, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Женщины с удивительными судьбами живут среди нас. Яркий тому пример – сестры Шутовы Виктория и Вероника. Они руководят благотворительными фондами «Дикони» и «Каждый», ежедневно оказывая помощь непростым детям. О том, почему они избрали такой путь и куда он их ведет, узнала Людмила Перминова. Виктория Шутова возглавила фонд «Дикони» четыре года назад. Это учреждение помогает детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и их родителям. Сколько человек ежегодно проходит через фонд, подсчитать сложно. Среди них многодетные семьи, нуждающиеся в одежде и обуви, а иногда даже в продуктах питания, семьи с детьми-инвалидами, трудные подростки и многие-многие другие. Кто-то проводит здесь один день, а кто-то остается на несколько лет. И каждому нужен свой подход. Это непростая, но интересная работа, говорит Виктория Шутова. Сестра Вероника с ней согласна. Кстати, она – психолог в «Дикони». В юности Шутовы много работали в детских загородных лагерях, как правило, с трудными подростками. Видимо, уже тогда были заложены основы их будущей профессии, а эти дети стали своими. Они более искренние, они более простые, они более такие благодарные дети. Я не говорю, что там домашние дети какие-то плохие, а то, что домашний ребенок имеет при рождении, при роде, при своем, то, что он покупает от родителей, к сожалению, эти дети часто не имеют. Не потому, что родители плохие или дети плохие. Нету этой возможности. Поэтому они более такие интересные личности, такие очень яркие личности. Мы тоже с сестрой, с братом вышли из понятия, ну, как бы трудные подростки, потому, что с нами тоже было достаточно много проблем, но всегда они были более понятны. Воспитанники Дикони относятся с большим уважением к Виктории и Веронике. Это видно сразу, как только попадаешь сюда. Несмотря на то, что в фонде строгая дисциплина, ребята могут и подурачиться. Они доверяют сестрам самые сокровенные тайны, спрашивают их совета. Они знают, что они могут положиться. Они знают, что если я сказала, значит, я это сделаю, если дала обещание, значит, это точно будет. У меня нет никакого секрета. Я взрослый человек, который может их защитить. Я не знаю, кто кому больше дает. Я даю детям или дети дают мне. Я себя чувствую нужным человеком. Наверное, это такое вот основное, что я иногда размышляю, что вот сейчас мне 32 года, и если я умру завтра, я буду на 100% уверена, что я сделала максимум из того, что мне надо было сделать. Но если Бог даст, я больше проживу, значит, успею чуть побольше сделать. Основная трудовая деятельность Вероники Шутовой связана с Петербургом. Там находится благотворительный фонд «Каждый», директором которого она является. Организация помогает семьям с детьми, имеющими неизлечимые заболевания, в том числе из Выборгского района. Поэтому Виктория Шутова зачастую обращается к сестре за поддержкой, если нужно посодействовать в оказании медицинской помощи детям-инвалидам. Так было с Тимуром Поповым, когда ему понадобилось вылечить зубы. Волонтеры доставили Тимура с мамой в петербургскую клинику, где ему была проведена операция, и привезли домой. Совершенно бесплатно. Кроме того, их приглашали на новогодние праздники, которые в Выборге два года подряд проводил фонд «Каждый». И это невзирая на то, что Тимуру на днях исполнилось 20 лет. Внутри он остается ребенком, поэтому отказать в помощи фонд не может. Когда такие люди рядом, есть силы, чтобы жить, говорит мама Тимура. Когда тебе совсем очень плохо, я заметила, не знаешь, что делать. Надо ничего не делать. Вот правда, я не знаю, что делать. Надо ничего не делать. Надо сесть, успокоиться. И все равно выйдет та ситуация какая-то. Вот тебе сверху Боженька поможет, и тебе направит. И я каждый раз, когда такие ситуации были, не знаю, что делать. И мне раз, сама не думая, не готовясь, оказывался рядом какой-нибудь человек, чужой, незнакомый какой-нибудь. Раз, вовремя, в нужный момент. Такими людьми, оказывающимися в нужное время, в нужном месте для многих семей, являются сестры Шутовы. Мы остаемся одни, каждый в своей семье. И это хорошо, что на сегодняшний день есть такие фонды. Я бы хотела бы от чистого сердца поздравить, на самом деле, пожелать только доброты, не знаю, всего самого доброго и светлого, и сказать огромное спасибо за их вклад. Мне бы очень хотелось, чтобы в Выборге организовалась такая, которых фонд будет, безусловно, поддерживать. Организовалось такое собрание родителей, чьи дети имеют заболевание. И мы готовы всячески поддерживать, помогать, часто приезжать со специалистами и так далее. Помимо всего, Вероника Шутова работает психологом в Петербургском детском хосписе. Случайно оказавшись там три года назад, она осталась, почувствовав себя нужной. Есть какая-то наша личная история, когда у нас в семье был человек, который не мог передвигаться самостоятельно. Мы совершенно не понимали, где взять помощь, к кому обратиться, кто может поддержать. И поэтому это дело такое не только профессиональное, но и личное. Я вот все равно верю в самую такую действенную методику от человека к человеку. У сестер Шутовых множество планов. Виктория мечтает открыть филиал Дикони. Вероника развивает деятельность фонда «Каждый», чтобы помогать еще большему числу семей. К примеру, Тимур на 20-летие очень бы хотел получить компьютер, ведь прежний вышел из строя. Это едва ли не единственная возможность для него иметь связь с внешним миром. Шутовы считают себя счастливыми женщинами, а люди, которые оказываются рядом, счастливы вместе с ними. Людмила Перминова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Шелковая палитра Эльмиры Мустафиной. В галерее арт-холл центра Эрмитаж Выборг в преддверии Международного женского дня открылась новая выставка. Акварели представила художница, которая сейчас живет в Петербурге, но родилась и выросла в Татарстане. В экспозиции объединены несколько серий, написанных Эльмирой Мустафиной. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Восточная тонкость и фундаментальные традиции академического искусства Петербурга. На первой персональной выставке в Выборге Эльмира Мустафина представила часть работы из своих, пожалуй, любимых серий. Петербург в акварелях художницы предстает нежным и романтичным. Автор признается, влюбилась в северную столицу с первого взгляда. Я уже здесь почти 18 лет, поступила сюда, в Академию художеств учиться, и ехала сюда с таким вдохновением и ощущением счастья. Больше нигде не хотела жить и учиться, как здесь в Петербурге. Эта любовь по всей день, она не закончится для меня никогда. Это моя любовь всей моей жизни. Мне очень хорошо работать в Петербурге, в своей мастерской. Я люблю прогулки, люблю смотреть, наблюдать. Даже в поездках где-то по городу мне нравится замечать какие-то отдельные уголки, неоткрыточные виды Петербурга. У меня очень много таких видов. Излюбленная техника Эльмиры Мустафиной – акварель. Она пишет легко и грациозно. Каждый зритель может оценить талант художницы и вдохновиться ее позитивным настроением. Еще одна серия, представленная в Выборге – цветочная. Нарциссы, ирисы, пионы – в исполнении автора очень яркие и воздушные. Для меня это как воздух. Я не устаю писать в этой технике. Что-то такое очень искреннее, что-то очень внутреннее, такое очень глубокое. Первые гости выставки оказались под впечатлением от картин Эльмиры Мустафиной, то пронизанных романтическим полумраком, то напротив полных света. Эльмир Мустафина предпочитает изображать переходные состояния природы. Это утро или вечер, это сумерки или бархатный рассвет. И так как ее любимая техника – акварель, которая и создана для того, чтобы своей текучестью передать вот эти вот переходные состояния. И я думаю, что художнице это получается очень здорово, очень содержательно и очень выразительно. Выставка «Шелковая палитра» будет работать в галерее «Артхолл» до 2 апреля. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Срок выдачи материнского капитала сократили в три раза. Вместо месяца – 10 дней с момента принятия положительного решения по заявлению родителя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. На сегодня сумма маткапитала семьям, в которых родился второй или последующий ребенок, составляет 453 тысячи рублей. Средства могут быть использованы для улучшения жилищных условий, образования детей, пенсионного обеспечения родителей или реабилитации ребенка-инвалида. Официальный курс валют на 8 марта, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 61,71 рубля, доллар 58,26 рубля. Юные выборжанки приняли участие в межрегиональном турнире по художественной гимнастике «Кижанка-2017». Соревнования прошли в городе Петрозаводске. Воспитанница спортивного клуба художественной гимнастики «Ритмикс» Дарина Богданова одержала победу среди участниц 2003 года рождения. Ее напарница по команде Варвара Тимофеева стала второй среди гимнасток 2012 года рождения. Еще одна воспитанница «Ритмикса» Варвара Дубовик завоевала приз главного судьи соревнований. Борцы из Святогорска Иван Кузьмин и Георгий Политыка вернулись из Венгрии, где проходил Кубок мира по кемпам. Это вид восточного единоборства. Выступив в пяти видах программы, святогорцы выиграли пять кубков, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. Еще один Кубок мира был вручен Ивану Кузьмину как лучшему бойцу чемпионата среди спортсменов в возрасте до 12 лет. Накануне 8 марта мы вышли на улицу города и традиционно попросили мужчин поздравить представительниц прекрасной половины человечества. Дорогие дамы, с праздником всех, всем счастья, весеннего настроения, улыбок побольше и самого наилучшего для вас. Поздравляю всех женщин Выборга и Выборгского района Ленинградской области, Петербурга и всей России с наступающим международным женским днем. Желаю им всего самого наилучшего, чтобы родные их и близкие любили, чтобы они были любимыми. Я хочу поздравить отлично от себя, от всех пограничников, женщин Выборга с праздником весны. Пожелать им крепкого здоровья, удачи и хорошей любви. Хочу вас заранее поздравить с 8 марта, оставаться вам, быть такими же красивыми, надежными женами, матерями, девушками, бабушками. Примите от меня большие поздравления в этот солнечный день. Поздравляю всех женщин, ну и свою жену, особенно, с наступающим праздником 8 марта. Счастья им весны, теплого лета. Счастья вам! Будьте такими же красивыми. Будем надеяться, что в вашей жизни всегда будет солнце, радость и веселье. Спасибо! Всем здоровья, любви, счастья и больших благ на этой земле. Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю счастья, здоровья, успехов, успехов, личной жизни. Этот праздник создан именно для вас. Поздравляю всех женщин города Выборга с наступающим праздником 8 марта. Желаем счастья, солнечного неба и мирного неба над головой. Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим праздником, с женским днем. Пожелаю вам доброго здоровья, счастья, успехов в работе и в жизни. Я всем желаю девушкам, чтобы они были счастливы, довольны, были самим собой, были всегда красивыми и всегда любимыми мужчинами. Дорогие женщины нашего замечательного города, Выборг, хочу вас поздравить с праздником 8 марта. Это ваш день. Делайте то, что вам вздумывается. Все проступки мы простим. И хочу пожелать вам счастья, удачи и благополучия всеми. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова